Считанные дни остались до презентации iPhone 11 и его собратьев. Как водится, интернеты переполнены всевозможной информацией про этот еще даже не анонсированный смартфон. Кажется, известно уже даже больше, чем Apple планирует рассказать на своей презентации. Сегодня я предлагаю вам взглянуть на все, что известно про iPhone 11 на данный момент. А чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий мира технологий, рекомендую подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видосов. Меня же зовут Кирилл, вы на канале Копипаста. Поехали! Итак, как сообщают множество инсайдеров, компания Apple планирует представить сразу три новых смартфона. На замену iPhone XR придет iPhone 11, на замену iPhone XS iPhone 11 Pro, а на замену самого крутого iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max. В iPhone 11, как и в прошлогоднем iPhone XR, будет стоять 6,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1792 на 828 точек. В старших iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет стоять дисплей диагональю 5,8 и 6,5 дюймов соответственно. Разумеется, матрицы будут сделаны по технологии OLED. Любители 3D Touch в этом году могут расстроиться, ибо, как сообщают многочисленные утечки, компания откажется от этой технологии в пользу более дешевой – Haptic Touch. Haptic Touch – это технология, которая распознает длительные нажатия на экран и реагирует на них открытием диалоговых меню. По большому счету, это просто очень помпезное название длинного тапа с фиброоткликом. А вот 3D Touch – это такая же функция, но вместо длительности тут анализируется сила нажатия пользователя. Haptic Touch сейчас используется в iPhone XR, например. И я, как владелец iPhone XS и XR, могу сказать честно – никаких проблем или лишений с Haptic Touch я не испытываю. Все три новых смартфона будут работать на базе флагманского 7-нанометрового процессора Apple A13, оперативной памяти 4 ГБ в младшем iPhone 11 и 6 ГБ в старших Pro моделях. Базовый объем памяти в iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет увеличен. Apple предложит модели на 128, 256 или 512 ГБ накопителя. К слову, наследник iPhone XR засветился в бенчмарке Geekbench. iPhone 11 набрал 5415 баллов в одноядерном тесте и 1294 баллов в многоядерном. Это больше, чем у iPhone XR, но меньше, чем у iPhone XS и XS Max. Однако насколько данные этого теста релевантны – пока сказать сложно. Камеры станут главным изменением, которое будет привлекать новых пользователей. iPhone 11 получит двойную основную камеру, вписанную в квадрат, основной и телефотосенсоры. Старший iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получит тройную основную камеру, вписанную в квадрат, 12 мегапикселей основной, 12 мегапикселей телефото и 12 мегапикселей широкоугольный сенсор. По инновациям, вероятнее всего, пользователям станет доступна реверсивная беспроводная зарядка. Сейчас такое могут предложить конкуренты, например, Samsung Galaxy S10. Рассчитывать на переход со старого доброго Lightning на Type-C не стоит. В новых iPhone порт зарядки останется прежним. Однако, разумеется, смартфоны будут поддерживать быструю зарядку. Напомню, что данная функция стала доступна пользователям, начиная с iPhone 8. Увы, в комплекте с iPhone блок с поддержкой быстрой зарядки не кладут, а родные аксессуары от Apple стоят космических денег, и я не особо верю, что ситуация изменится в ближайшее время. Потому хочу порекомендовать вам более доступный вариант от моих друзей из компании Ugreen. Зарядный блок имеет мощность 18 Вт и подойдет абсолютно для любого iPhone или iPad с поддержкой быстрой зарядки. А также устройство имеет сертификацию MFI, то есть одобрен компанией Apple. По ссылочкам в описании вы найдете сам зарядный блок и конкурс, в котором можно выиграть новенький iPhone. Переходите, участвуйте и приобретайте качественные аксессуары вместе с Ugreen. Также, по слухам, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max могут получить поддержку работы со стилусом Apple Pencil. Сразу говорю, смысла в этом я вижу мало. Кстати, в комментариях напишите, нужна ли поддержка Apple Pencil в новых iPhone, или это очередной способ выкачать наши с вами денежки. А по дате всем и так все известно, но, повторюсь, презентация Apple пройдет 10 сентября в театре Стива Джобса. И я обязательно сделаю итоги этой презентации и расскажу все, что покажут ребята из Купертино. Ведь, по слухам, помимо новеньких iPhone, нас может ждать еще один небольшой сюрприз в виде метки для поиска вещей от Apple. В сети ее называют Apple Tech, а упоминания о ней были найдены еще в первой бете iOS 13. Но все это мы уже узнаем точно 10 сентября, так что советую подписаться на канал, дальше будет только интереснее. По ценам же ситуация следующая. Новинки будут стоить столько же, сколько стоили смартфоны Apple в прошлом году. За iPhone 11 в минимальной комплектации надо будет отдать 750 долларов. За iPhone 11 Pro от 999 долларов. Ну и за смартфон 11 Pro Max придется выложить 1099 вечно зеленых. А собираетесь ли вы обновляться на новенький iPhone 11? Если да, то какую версию вы возьмете? Pro Max? Air? Или же новинки Купертино в этом году не смогли вас заинтересовать? Я вот всерьез задумаюсь о покупке iPhone 11 только в том случае, если тем кукой товарищи смогут меня хоть чем-то зацепить. А вот ваше мнение по этому поводу я, как и всегда, жду в комментариях, обязательно все прочту. Чтобы не пропустить новые видео, советую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку на него и на мой инстаграм вы найдете в описании видео. Как только в телеграме соберется тысяча человек, я обязательно проведу среди них розыгрыш чего-нибудь крутого. Ну и лайк с подпиской тоже приветствуется. А вы были на канале Капипаста. Меня зовут Кирилл. До скорого!